Уже с завтрашнего дня уезжать с места аварии не только можно, но и нужно. Иначе штраф с каждого водителя, который не оформит ДТП по Европротоколу, тысяча рублей. Европротокол можно оформить самостоятельно, если в дорожно-транспортном происшествии два участника дорожно-транспортного происшествия. Также нет пострадавших. Визуальный осмотр ущерба транспортного средства не превышает 50 тысяч рублей. И виновник признает свою вину. Страховщики уверяют, что самостоятельно заполненные Европротоколы принимают уже сейчас без проблем. Самое главное заполнить все пункты правильно. Эта бумага содержит несколько десятков пунктов. При заполнении нужно обязательно указать имя и фамилии участников ДТП, модели машин, номер свидетельства о регистрации, полиса ОСАГО, 17-значный номер кузова, а также нарисовать схему ДТП. Ошибаться нигде нельзя, иначе откажут в выплате. Ошибки – это прежде всего неточность или неграмотность заполнения. Не принять Европротокол она может в двух случаях. Во-первых, если он просрочен, либо Европротокол выписан не в соответствии с правилами ОСАГО. Ну, то есть он фальшивый. А вот с цветом такси все гораздо проще. Уже завтра на очередной сессии Народного хурала все-таки примут закон о введении штрафных санкций для тех, кто отказался перекрашивать свой автомобиль в желтый цвет. И водители могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, а юридических лиц – аж на 50. Сами предприниматели к таким мерам готовы давно, считая желтый цвет не только киношной классикой, но и гарантом безопасности для пассажиров. Это безопасность на дорогах города и также районах республики Бурятии. А во-вторых, это узнаваемость пассажирами из всего транспортного потока, что именно данная машина является такси. С завтрашнего дня уголовное наказание светит и тем, кто регулярно выпивает за рулем. Если раньше можно было отделаться штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением прав на 3 года, то теперь с алкоголиками решили не церемониться. Судом будет уже приниматься решение в виде таких штрафов, как штраф от 200 до 300 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством, плюс наказание от 1 до 2 лет. И депутаты, и сотрудники госавтоинспекции уверены, все эти меры не только нужны. Их давно ждали, ведь наказание рублем, как показывает практика, самая действенная. Ольга Войложникова, Виктор Еланцев, Новости дня.